Мисс Гражданин Городок Академгородок это уникальнейшее место, практически в мире мало таких мест, где люди живут, работают и находятся в гармонии с природой. А то, что сейчас происходит из-за того, что у нас во власти застройщики, люди, которые хотят набить карманы, и получается, что наш Академгородок – это самый лакомый кусок для них. На Коптюга известно, что построены дома, там дорогущие квартиры, самые дорогие в городе. И таких мест у нас много. Можно еще вот на Коптюга вырубили лес, можно вырубить на Пирогово и так далее. И заработать можно очень много. Ну, ясно, что это грабеж, грабеж Академгородка, людей. В Академгородке живут люди, которые ценят природу и возможность дышать полной грудью. Они занимаются спортом, они воспитаны еще, ну, частично в советских традициях, но в советских традициях Академгородка, где общее, какое-то общественное благо вообще было ценностью. Да, с юным медиком мы 8 лет протестуем против застройки лагеря. У нас в центре Бора между Нижней Льцовкой и Ще собираются вырубить поджилую застройку. Ну, ФИЦ ФТМ совсем недавно у нас, в 20-м году воевода пришел в качестве директора ФИЦа, и вот развел бурную деятельность. Я живу в Академгородке, да, я хочу, чтобы лесная зона Академгородка сохранилась. Потому что то, что будут строить, это не какие-то архитектурные шедевры, да, а просто обыкновенные коробки. И просто терять эту всю лесную красоту из-за этого, из-за чьих-то финансовых интересов, и не хочется. Тем более это нарушает законодательство. Мы хотим сохранить наш Академгородок и вот эту его лесную зону. Поэтому мы, конечно, выходим и будем выходить впредь, вот, и призываем всех, кто, так сказать, неравнодушен вообще к судьбе страны, потому что Академгородок – это безопасность страны, вот, он работает по оборонной тематике, и это очень важно. Это объект культурного наследия, выдающийся просто на мировом уровне, вот, и так далее. Уникальный город, лес, экологически гармоничное поселение. Так вот, все, кто, так сказать, может, пожалуйста, выходите поддерживать наши пикеты. Самое главное, жителям нужно не останавливаться, добиваться своего, добиваться защиты своих прав. То есть все нарушения в плане природы, уничтожения природы – это нарушения наших прав граждан на благоприятную окружающую среду, которая прописана в Конституции Российской Федерации, которую принял сам президент и одобрил эти права. Они защищают именно наши права. И сейчас Конституция Российской Федерации нарушается по полной программе, именно на территории Новосибирской области. И мы считаем, что это нарушение идет именно с подачи правительства регионального Новосибирской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Придцов А.К как на rondе geographенной программы, приходит правительству, версию Новосибирской области. Продолжение следует...